Годы обучения, постоянные подготовки, домашние задания и, наконец, успешные экзамены. В Красноармейской кадетской школе прошел выпускной для 9 и 11 классов. Ребятам вручили аттестаты. Сегодня заканчивается 31 учебный год в Новцентре, а для наших выпускников заканчивается один из самых важных и длительных этапов обучения, обучения по стандартам среднего и общего образования. У нас две медали в этом году, золотая и серебряная в 11 классе. Два парня подтвердили, слава богу, и на экзаменах подтвердили свои медали. Ну, вообще, это такой трогательный выпуск, потому что это как раз те дети, которые поднимались с начальной школы. Некоторые из них прям вот начинали даже в детском саду. У нас когда-то был детский сад. Золотую медаль получил Семен Слезкин. В этом учебном заведении он с начальной школы. Здесь же ходил и в детский сад. Кадет планирует дальше развиваться в сфере информационных технологий. Очень частый вопрос, если человек учится в кадетской школе, куда он поступает, и обязательно в военное почему-то должен. Но нет, это не так. Кадетская школа, она не только для этих целей, она воспитывает в человеке, вот этот стержень образует. И если класс из пятого ребенка отдавать, то к одиннадцатому уже будет прям вроде бы мальчик, но при этом уже с мужским характером. В этот волнительный день с выпускниками разделяют их радость учителя, родители и близкие люди, а также друзья кадетской школы. Большинство выпускников планируют связать свою жизнь с военным направлением, а Владислав Изотов решил уйти в медицину. Его мечта – стать военным хирургом. В десятом классе, после операций, проведенных на мне, я что-то задумался о врачебном деле. Понял, что меня это очень сильно привлекает, заманивает, и я решил изучить подробно эту сферу и даже посвятил этому свой проект в северном классе. Хочешь людям помогать? Хочу и буду. Ну, радость, гордость за него, что у него новый этап начинается в жизни, заканчивается детство. Наступает и юность, и взрослая пора, взрослая жизнь, где он будет уже делать серьезные поступки. Конец учебного года выдался трудным. Экзамены и практика. Мальчики ездили в лагерь под Муромом. Это сделано для того, чтобы укрепить знания, полученные за время обучения. Всего в этом году в кадетской школе Красноармейска 22 выпускника, по 11 в 9 и 11 классах. Впереди их ждет поступление в колледжи и высшее учебное заведение. Мария Лихобабенко, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа.